Слава нашему Господу! Мы с вами, находясь в Доме Божьем, благодарны Богу за это общение. Сегодня, я так смотрю, столько много приехало, и не побоюсь сказать такого слова, из разных штатов. Ну, правильно я сказал, да? Даже из Тексаса, солнечного, приехали в солнечную Айву. Слава Богу! Знаете, мы ехали тоже дорогой, такой был сильный дождь, немножко трудновато было ехать, но то желание, которое мы имели, оно превозмогло даже тот дождь, который мешал нам. И по милости Божьей, я думаю, что каждый из вас тоже, кто ехал, мы приехали для одной цели. Первое, это прославить того, кто назвал нас своими, кто назвал нас друзьями, кто дал нам это новое имя. Имя христианин. Давайте скажем, слава Богу! Мы сродины кровью Иисуса Христа, и поэтому, дорогие, расстояние имеет значение, но не такое большое. Главное, чтобы было у нас желание. И я говорю всегда, когда наше желание совпадает с нашими возможностями, тогда все возможно верующему. Так мы говорим неоднократно. И сегодня мы собрались благодарить Бога за эти семьи, за крик младенцев, за то, что мы сегодня слышим, что дети плачут. Может, кому-то не нравится. Может быть, кто-то, ну, как-то недоволен. Таких, наверное, очень мало. Вообще-то, когда ребенок плачет, я думаю, что и родители радуются. Я смотрю, здесь, наверное, первых детей они держат. Вот, и, вы знаете, такое, наверное, ну, непередаваемое чувство. Еще ваши дети не разговаривают, но придет момент, когда они скажут первое слово – это мама. Может быть, кто-то скажет, может, скажет папа. Вы знаете, это такое, я помню свое время, когда был такой момент, вот, кто уже имеет не первого ребенка, как-то уже привыкается, да, что я уже папа, отец и так далее. Но вот это такое чувство, и вы знаете, это сам Бог так заложил. И Библия говорит, вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод, чрево. Давайте скажем, слава Богу. Когда на наших глазах рождаются семьи, когда появляются дети, когда семья увеличивается, конечно, заботы, переживания, но это приятное благоухание. Потому что со временем, когда они вырастают, и когда они послушные, правильно говорю, молодежь, когда они послушные своим родителям, вы знаете, наверное, нет больше радости для родителей, когда вы, молодые люди, просто послушны им. Может, не до конца понимаете, почему они это требуют, почему они это говорят. Будьте послушны своим родителям. Это говорит Библия. Это первая заповедь с обетованием. Да будет благо вам, и вы будете долго жить на земле, и ваши родители тоже. Итак, дорогие, как я уже сказал, мы собрали для того, чтобы благодарить Бога, а также вместе молиться с нашими друзьями, благословляя их детей, не побоюсь сказать наших детей. Потому что в свое время мы молились, что Бог устроил их судьбы. В свое время мы молились, Господи, благослови их жизнь, и вот Бог ответил. И сегодня мы молимся, или очень скоро будем молиться за детей. Краткое наставление вам, дорогие родители. Вы, имея этот уже новый статус, кто-то первый, второй год, наверное, да, или первое время, первые года, кто-то уже дольше. Божье Слово, когда в свое время мы обещали Господу, говорит такие слова всем нам. Итак, читая, это будет Псалом 77, говорит такие слова с 3 стиха. «Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам. Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему, славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав Якова и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, что? Чтобы знал грядущий род, последующее поколение. Дети, которые родятся, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, я думаю, что это ваше такое желание, правда? Чтобы вы жили долго, ваши дети вырастут, и потом вы из уст вашей дочери, вашего сына, слышите те же самые слова. «Возвещать грядущему роду». Что? Первое. Возлагать надежду свою на Бога. Второе. Не забывать дел Божьих. И третье. И хранить заповеди Его. Вот эти три момента, которые я очень хотел бы, дорогие родители, на вас возлагается ответственность за ваших детей. Бог благословил вас, и поэтому Божье Слово говорит, смотрите, что слышали мы и узнали, насколько вы внимательны, когда проповедуется Божье Слово, насколько вы внимательны, когда вы сами читаете это Слово, и насколько вы внимательно стараетесь Его в свое сердце впитать, чтобы потом рассказать, вот придет сын, или придет дочь и спросит, об этом тоже Божье Слово говорит. Что? Когда будут спрашивать, во-первых, вы должны знать, чтобы передать, нужно знать, что передавать. Чтобы не получилось так, а, бывают такие моменты, да, мы сейчас живем в такое прогрессивное время, когда говорят, а, это так церкви решили, мы сами не знаем почему. Чтобы вы знали, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду на Бога. Теоретически вы можете детям сказать, но практически они увидят только это в вашей жизни. Когда будет вам трудность, когда будет переживание, первое, что вы говорите, «Господи, помоги!» Это объясняет очень многое. Когда мы, как родители, говорим в любой ситуации, «Господи, благослови!» «Господи, поддержи!» «Господи, помоги!» И вы знаете, дети слышат это, и они понимают, что первое, о чем мы говорим, это мы говорим Богу, возлагают свою надежду и свое упование на Бога. Возлагать надежду свою на Бога. Не забывать дел Божьих, это второе. Бог, который сотворил в вашей жизни очень много дел, как важно их замечать, видеть и не забывать. Есть такой псалом, «Милости Господней, вспоминай, считай, все их до единой в сердце повторяй». Конечно, все милости мы не можем помнить, не зая, как вы, я не могу. Настолько Бог милостив к нам. И даже когда мы не подозреваем, даже когда мы не замечаем, вроде бы ехали по дороге, вроде бы все нормально, друзья, вроде бы все хорошо, но мы не знаем в духовном мире, нам может быть грозила серьезная опасность, и ангел-хранитель сохранил нас. И мы даже порою не придаем этому серьезного значения. Но по милости Божьей мы храним. И так, не забывайте тех Божьих дел, которые Бог совершает в вашей жизни. А чтобы не забыть, нужно об этом говорить, нужно об этом проповедовать, нужно об этом рассказывать. Я помню, в нашей церкви в одно время была одна сестра, которая, когда в конце служения уже говорили, может, у кого-то есть нужды, может, у кого-то есть благодарность, и вы можете сказать, и вы знаете, она очень часто поднималась и говорила, у меня есть благодарность. Ну, мы привыкли как, это что-то особенное. Она говорит, нет, я сегодня ехала, Бог меня просто сохранил пути, я жива, я здорова, я приехала на служение, слава Богу. И некоторые слушали и говорили, слава Богу, как и вы. Некоторые, может, осуждали, ну, в чем здесь такого, за что благодарить, как обычно, села за руль, поехала. Нет, нет, друзья, я думаю, что события, которые, к сожалению, посетили нашу местность, я думаю, вы тоже слышали, просто дети сели, просто молодые люди сели, и вроде бы не предвиделось никакой опасности, но в одно мгновение все изменилось. Поэтому, дорогие братья и сестры, дорогие молодые люди, те, которые сегодня приносят детей, дорогие родители, не забывайте всегда возлагать надежду на Бога, не забывайте говорить о милости Божьей, которые Господь совершал в вашей жизни. И третье, и хранить заповеди Его. Храните Божьи заповеди, не нарушайте Божьи постановления, которые по отношению к вашей семье. Никогда это не делайте. Я думаю, мы помним жизнь многих великих мужей, которые упали, которые не устояли. Почему? Они не хранили Божьи заповеди. Я думаю, вы помните такого великого человека, как мы говорим, сильного, скажем так, на котором был Дух Божий, имя которому Самсон. И ему ясно было сказано, он не должен был дотрагиваться до мертвого. Он не должен был делать, за неименем времени, как бы много не могу об этом говорить, но он не должен был делать тех вещей, которые делали окружающие люди. Но когда убил льва, он дотронулся до мертвого. Когда филистимлян убил снял надежду, он дотронулся до мертвого. И вроде бы физически жизнь, как бы ни в чем не изменилась, как раньше жил, так и жил дальше. Но пришел роковой момент в его жизни, когда он, потерявший свое зрение, не послушался, не послушался Божьего совета. Поэтому вам сегодня это слово. Храните заповеди Божьи, говорите о заповедях Божьих, и так старайтесь поступать. Читаю еще одно место, это будет Тимофею, написано 3 глава, 15-17 стих. Вы блажены еще, потому что вы в церкви, вы являетесь в церкви, и ваши дети, они рожденные в вашу семью, они с детства ходят, и вы их приносите, а потом будете приводить. Они приходят с детства в служение. И знаете, здесь Тимофей и Павел написал так. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение веры во Христа Иисуса. Все писание, все писание, еще раз говорю, все писание Бога вдухновенно и полезно. Для чего? Для научения, для обличения, для исправления, для наставления праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлено. Оказывается, Божье слово, это многоразличная Божья благодать. Оказывается, Божье слово, оно дано для научения, для обличения, для исправления, для наставления праведности. Будьте честны с вашими детьми. Не старайтесь жить так, если это мой ребенок, я его буду покрывать. Правильно он делает, неправильно он делает, но он мой ребенок. Это правда, он ваш ребенок. Но когда вы ему будете говорить истину, когда вы будете говорить ему правду, когда вы будете говорить, что знаешь сынок, знаешь доченька, так говорит Божье слово, не приступая к этому. Когда вы будете говорить им правду, может быть не сразу они это оценят, но со временем, со временем, я говорю правильно молодежь, со временем, мы начинаем понимать, что родители нам говорили правильно. Аминь. А было время, когда мы думали, что мы знаем самое большее. Это такой teenage возраст. Он проходит. Потом, чем старше мы становимся, и мы говорим, действительно, родители нам говорили правильно. Поэтому, да благословит вас Бог, молодые люди, говорите то, как говорит Божье слово. Именно, если в чем-то они неправы, не всегда как-то, особенно у мам, наверное, так не сильно получается, потому что у нее у мамы настолько любовь, сколько бы, я еще такое хочу сказать, ребенок не сделал недоброго для мамы, скажем так, сколько бы он ей боли не причинял, сколько бы он, скажу, вредным не был, но как только ребенок улыбнется или обратится к маме, скажет, мамочка, сердце матери все, мелтит, оно тает, оно растаивает, и даже то, что вы думали, вот бывает такое, да, мама дома с детьми, вот отец на работе, и мама говорит, ну придет папа, и вы знаете, да, что вы дальше говорите, а потом, когда папа приходит, и может быть, первое время вы говорите, знаешь, надо ему, ну как вы говорите, всыпать, не всыпать, не знаю, но вы говорите, надо поговорить с сыном или дочкой, я не знаю здесь, мы здесь аккуратно ведем себя, но в той стране мы вели тоже себя аккуратно, но на моих глазах был такой момент, когда отец пришел, вот, а я как раз был там в гостях, Когда отец пришел, и подросток, сын, непослушный, мама говорит, знаешь, он был сегодня непослушный, папа, как обычно, что? Ну, сейчас я с ним поговорю. И когда папа брал инструмент разговорный, назывался ремень, на моих глазах, только мама говорила, поговори с ним уже столько, за целый день мне так уже боль не причинил. Мама становится между сыном и между отцом. И я смотрю, я был тоже подростком, думаю, сердцу матери не прикажешь. Вроде бы она и хотела бы провести какую-то воспитательную работу, но когда реальность приходит, она начинает замечать, о нет, я к этому не готова, и начинает защищать этого сына. Но отец уже, которому уже мама объяснила, что нужно хоть что-нибудь с сыном поговорить, и начинается вокруг стола такая вот, как бы, ну, беготня такая вот. Вот что значит сердце матери. Мы вас не осуждаем, мы вас очень любим. Не до конца понимаем, это правда, но мы вас очень любим. Поэтому один человек сказал, что мама, она принимает все сердце. Папа, он принимает разумом. Он более здраво смотрит на вещи, а мама принимает сердце. Поэтому будьте благословенны, как вы, отцы, так и вы, матери. И еще одно место, и мы будем молиться Богу. Исход 12.26 говорит такие слова. 12.26. И когда скажут вам дети, они сейчас, может, немножко издают звук, ведут себя, кричат там, вот. А придет момент, когда они придут к вам и скажут, что это за служение. Вот придут к вам и скажут, папа, объясни мне, что это за служение. И смотрите. И дальше говорит так, 27 стих. Скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, и домы наши избавил, и преклонился народ, и поклонился. К чему я это веду? Живите жизнью церкви. Живите жизнью общества того, где вы находитесь. Радости, трудности, скорби, переживания, успеха, неудачи. Живите жизнью церкви. Это поможет вам. Я это говорю вам, дорогие, и очень бы хотел бы. И когда дети спросят вас о любом служении, сейчас такая пошла, ну не говорю, мода, но тенденция. А где это написано? Так, молодые? Если раньше, например, я себя помню, мне было лет 16-17, вот мне сказали старшину, братья сказали, то делать, а то нельзя. Но я не делал, сам не понимая почему. Понимаете, какой-то был такой, ну не говорю, что я был послушный. Нет, нет, я это не говорю. Было такое поколение послушных. А сейчас что-то начинаешь говорить сразу, где это написано? Так или нет? Хотят букву А. Ну вы еще поколение хорошее. Да вы вообще хорошие. Вы вообще хорошие. Начинают как бы больше читать, где это написано. Поэтому, как нужно нам в этот 21 век, дорогие родители, говорю еще раз вам, иметь мудрость от Господа. Иметь откровение от Бога. Не просто букву объяснить, но объяснить ребенку настолько, чтобы он понял, что это действительно то служение, которым служили мои родители. И я хочу служить таким же служением Богу. Потому что ваши родители, дорогие, я думаю, у всех у вас есть хорошее свидетельство о ваших родителях. Поэтому да благословит вас Господь, дорогие молодые родители. Бог дал вам детей. Да благословит Бог вас в воспитании, в учении, в наставлении на самое важное в жизни. Ваша жизнь, это ваша проповедь, особенно вашим детям. Мы хотим помолиться Богу за вас, дорогие родители, за всю церковь, а особенно за тех, кто сегодня приносит своих детей пред Господом. Я понимаю, что у вас есть это переживание, Господи, неизведанно. Такое время, такое трудное время, Господи, сохрани наших детей, благослови наших детей. Вы знаете, Бог слышит молитвы, молитвы церкви, молитвы ваши, молитвы ваших родителей. Поэтому я приглашаю вас, давайте встанем и совершим молитву. Аминь.